28. Спал Петрович нормально. Заснул около 11 вечера, а встал в 5.20 утра. Во рту скопилась гнойная слюна. Гной был коричневый и не так много, как раньше. 29. Сплюнул, прополоскал рот водой с раствором люголя, 20 капель на 100 граммов воды из-под крана. Чувствовал он себя отдохнувшим и бодрым, той расслабляющей тело слабости, что была раньше не была. 30. Последние 3-4 дня перед засыпанием Петрович стал замечать феномен энергетической прокачки через организм. Подошвы ног и ладони рук стали сильно разогреваться и создавалось такое впечатление, что через них било какое-то сильное излучение. 31. Утром ему приснился сон, что он в темноте по своему старому двору гоняет котов веревкой, а помогает ему в этом его пес Цезарь. 31. Один кот, вроде бы его рыжик, убегал быстро, а потом возвращался. 32. Другой серый еле ползал. Ударишь его, а он только переползет в укромное местечко. 32. Далее он почему-то знал, что в подвале его дома находится конь, и его надо выпустить на волю. 33. После разгона котов он думал заняться этим, но проснулся. 34. Днем Петрович взялся за чтение манускрипта. 35. И было среди них несколько больных, страдающих жестокими болями, и все они с трудом ползли к ногам Иисуса, ибо не могли они держаться на ногах. 35. Они говорили ему, боль жестоко мучает нас. Скажи нам, что нам делать? 36. В зависимости от нажитых неправильным образом жизни болезней и поражения организма паразитами, каждый человек страдает индивидуально. 37. Естественно, и проведение голода должно быть индивидуальным. 38. С учетом особых процедур для облегчения этих болей и лучшего изгнания патологии. 39. Слепое копирование здесь недопустимо. 40. Все должно быть индивидуально. 40. Иисус Христос дал необходимые рекомендации этим больным. 41. Иисус, видя их бесформенные ноги с искривленными и узловатыми костями, сказал им, «Ангелы воздуха, воды и солнца не могут смягчить ваши страдания, хотя вы и осветились и следовали советам моим до конца. 41. Поистине говорю вам я, кости ваши излечатся. Не теряйте мужества своего. 42. Но чтобы достичь излечения, постарайтесь приблизиться к целителю костей, ангелу земли. 43. Ибо кости ваши должны вернуться туда, откуда получили они вещество свое». 44. Как видите, общепринятая методика голода здесь требует некоторой коррекции. 45. Если ее не сделать, то результаты будут неудовлетворительными. 45. И он указал рукой место на берегу, где течение реки и солнечный жар превратили землю в глиняную грязь. 46. Погружайте ноги свои в выл, так, чтобы объятия ангела земли могли изгнать из костей ваших все нечистоты и все болезни. 47. В данном случае необходимо применить более сильный адсорбент, который вытащит на себя болезнетворное начало. 47. И таким адсорбентом является глина и речной или морской ил. 48. Только в этих случаях они наиболее эффективны. 49. Всему свое время и место запомните это. 49. И вы увидите через объятия ангела земли сатану, убегающего со всеми своими болезнями. 49. И узловатость костей ваших исчезнет, и они укрепятся, и все ваши болезни исчезнут. 50. И больные последовали этим советам, ибо знали, что они исцелятся. 51. И были там и другие больные, страдающие от ужасных болей, хотя упорствовали они в своем посте. 52. И с недаемой сильной лихорадкой были они на исходе сил. 53. Это указывает на сильное поражение микропаразитами крови. 54. Организм борется против них подъемом температуры. 54. Естественно, от этого силы человека резко истощается, и он очень слаб. 55. И у них также, когда они пытались подняться с того места, где лежали, чтобы прийти к Иисусу, начала кружиться голова, как будто сильный ветер раскачивал их. 55. И каждый раз, когда они пытались встать, они вновь падали на землю. 56. Тогда Иисус пришел к ним и сказал, вы страдаете, ибо и сатана, и болезни терзают ваше тело. 56. Но не бойтесь, ибо их власть над вами скоро кончится. 57. Надо терпеливо переждать эти кризисные явления в организме. 58. Пусть активизировавшийся иммунитет сделает свое дело. 58. Как только микробы, грибки, обитающие в крови, будут уничтожены и выведены вон, человек вновь обретет необходимые силы. 59. Действительно, сатана похож на завистливого и сердитого человека, который входит в дом соседа своего, когда сосед отсутствует, чтобы унести добро его в свой собственный дом. 60. Но кто-то предупредил хозяина, что враг опустошает его дом, и он возвращается поспешно назад в свое жилище. 61. И тогда злой сосед, который уже собрал и отложил в сторону все, что понравилось ему, видит издали хозяина, поспешно возвращающегося домой. 62. Он пытается в ненависти от того, что не может унести, бить и портить, надеясь разрушить все. 63. С того момента, как эти предметы не могут принадлежать ему, он хочет, чтобы они были потеряны и для другого. 64. Однако хозяин дома, войдя тем временем и до того, как злой сосед его выполнит свой план, поймает его и выгонит из своего жилища. 64. Голодание позволяет предупредить возможное повреждение, которое готовы совершить полчища микробов и грибков в организме. 65. Голодание убивает их прежде, чем они что-либо успеют разрушить в организме и тем самым вызвать серьезную болезнь. 65. Поистине говорю я вам, так поступает сатана и его слуги, когда овладевает вашим телом, являющимся жилищем Бога. 65. И сатана захватывает все, чем хочет завладеть. 66. Ваше дыхание, вашу кровь, ваши кости, вашу кожу, ваши внутренности, глаза и уши ваши. 66. Под сатаной и его слугами Петрович понимал черты характера и чувственные пристрастия человека. 66. Если им дать волю потакать, то они подчиняют себе все человеческое существо и требуют одного, чтобы их прихоти постоянно удовлетворяли. 67. А взамен этому удовлетворению человек получает болезни от их излишеств, сексуальных, пищевых пристрастий, алкогольной, никотиновой и наркотической зависимости. 67. Смотрению пустых фильмов, чтению развлекательной литературы, сколачиванию капитала и многому-многому другому, на что растрачивается его внимание и бесцельно расходуется его жизненная сила. 68. Но тем не менее, вот сейчас я считаю, что вот эти вот полевые сущности под названием сатана и бесы существуют. 69. Однако постом и молитвами своими вы призываете владыку тела вашего и его ангелов. 69. Когда человек понимает, что хозяин в теле его дух, а не черты характера и чувственные пристрастия, то этим он усмиряет и их ставит под контроль. 70. Лучшим средством для этого является пост и молитва. 71. И когда сатана видит, что истинный хозяин вашего тела возвращается, он знает, что это значит конец власти его. 71. И потому он пребывает в ярости и пытается еще раз распространить свою злотворную власть, чтобы разрушить тело ваше до прихода хозяина. 72. Вот почему сатана терзает вас так страшно. Он чувствует, что пришел ему конец. 73. И пусть не дрожит сердце ваше, ибо скоро ангелы Господни появятся, чтобы вновь занять свое жилище и превратить его в храм Господа. 74. И схватят они сатану, чтобы изгнать из тела вашего и все его болезни и нечистоты. 75. И будете вы счастливы, ибо получите вознаграждение за твердость вашу, и не увидите вы больше никаких болезней. 76. Чтобы побороть вредные черты характера и чувственные пристрастия в своем сознании, надо иметь твердость, решимость довести дело до победного конца. 76. Вот на это и настраивает их Иисус Христос. 76. Среди больных был один, которого сатана мучил намного больше, чем других. 77. Тело его было таким иссохшим, как скелет, а кожа желтая, как осенний лист. 77. Слабость его была такой, что он не мог, даже помогая себе руками, подойти к Иисусу. 78. Он довольствовался тем, что крикнул ему издали, 78. Учитель, пожалей меня, ибо с тех пор, как существует мир, никто не страдал от всех болезней, которые я испытываю. 79. Я знаю, что ты посланник Бога, и я уверен, что если ты захочешь, ты сможешь изгнать сатану из тела моего. 79. Действительно, разве ангелы Господни не должны подчиняться посланнику Бога? 80. Приди, учитель, и изгони сатану сейчас же из меня, ибо он беснуется в неистовстве и страшные муки, которые я испытываю. 80. Подобно наблюдается у тех людей, у которых имеются крупные паразиты. 80. Иисус ответил ему, сатана терзает тебя неистово потому, что ты постился уже много дней и не платишь ему выкупа. 81. Ты не должен больше кормить его всеми мерзостями, которыми ты до ныне загрязнял храм Духа твоего. 81. Ты мучаешь сатану, который страдает от твоего поста, и в ответ он в неистовстве своем терзает тебя. 81. Не бойся ничего, ибо я говорю тебе, сатана будет уничтожен до того дня, как будет разрушено тело твое. 82. Ибо с того момента, как ты начал поститься и молиться, ангелы Бога охраняют тело твое. 83. И с этого момента власть сатаны бессильно разрушит тебя. 84. И ненависть его бессильно против ангелов Божьих. 85. Она не действует на них. 85. Когда человек голодает, его организм приобретает необычайную устойчивость против различных разрушающих влияний, как изнутри, так и извне, и в том числе от вирусов. 86. Запомните это. От вирусов. 87. Главное, чтобы человек не сломался в своем сознании, в намерении. 87. Это указывает и на то, что можно голодать и весьма истощенным, больным людям, чтобы укрепить свой организм. 87. Естественно, все должно определяться индивидуально и разумно расцениваться. 87. Голод надо предпринимать до того, как произошло сильное истощение жизненной силы организма. 88. В противном случае у человека не хватит энергии нормально войти в голод. 89. Она уже до этого была израсходована болезнью. 89. И тогда пришли к Иисусу они и с громким криком умоляли его. 90. Учитель, проникнись состраданием к нему, ибо он мучается больше всех нас. 91. И если ты не изгонишь сатану из него, боимся мы, что не доживет он и до завтра. 91. Иисус ответил им, велика вера ваша, да исполнится по вере вашей. 92. И скоро вы увидите страшное выражение сатаны и власть сына человеческого. 92. Ибо я хочу изгнать из себя могущественного сатану силой невинного агнца Божьего, самого слабого создания Господа. 93. Ибо власть Святого Духа Божьего делает самого слабого значительно более сильным, чем самый сильный. 94. Человек, подключенный к пространству, может в любой момент воспользоваться его силой, которая несравненно более велика силой обычного, пусть и даже очень сильного физически человека. 95. Иисус принял доит овцу, которая паслась на лугу. 95. И он вылил молоко на песок, ставшим горячим под лучами солнца, говоря, вот власть ангела воды, который вошел в это молоко, и теперь власть ангела солнца проникнет в это молоко. 96. И молоко начало испаряться благодаря солнечному теплу. 97. А теперь ангел воды и солнце присоединятся к ангелу воздуха. 97. И вот пар от испаряющегося молока начал медленно подниматься в воздух. 98. Приди и вдохни своим ртом силу ангелов воды, воздуха, земли и солнца, чтобы они могли проникнуть в твое тело и изгнать из тебя сатану. 98. И больной, которого терзал сатана, начал глубоко вдыхать беловатый пар, чтобы он проникнуть ему внутро. 99. Сейчас сатана покинет тело твое, ибо в течение этих трех дней оно уменьшается от голода, и он не нашел в тебе никакой пищи. 99. Он выйдет из себя, чтобы утолить свой голод этим кипящим молоком, ибо он считает эту пищу очень приятной. 99. Он почувствует запах его и не сможет сопротивляться голоду, который мучает его вот уже в течение трех дней. 99. Тогда сын человеческий разрушит его тело, чтобы он не смог мучить кого-нибудь другого. 99. И тело больного было охвачено лихорадкой, и он почувствовал желание вырвать, но это ему никак не удавалось, 99. И он делал отчаянные усилия, чтобы вновь обрести дыхание, ибо дыхание его задержалось, и он упал на грудь Иисуса. 99. Теперь сатана должен покинуть твое тело. Смотрите на него. 99. Иисус указал пальцем на открытый рот больного. И все увидели с удивлением и ужасом, что сатана в виде ужасного червя выходит изо рта больного и направляется прямо к кипящему молоку. 99. Тогда Иисус взял в руки два острых камня, чтобы раздавить голову сатаны. 99. Потом излег он изо рта больного все тело чудовища, которое равнялось длине человеческого тела. 99. Как только этот ужасный червь был извлечен из глотки больного, тот сразу же вновь обрел способность дышать, и сразу же прошли боли его. 99. И с ужасом другие смотрели на страшное тело сатаны. 99. Вот дана методика избавления от крупных паразитов. 99. Иисус Христос учит людей, как им действовать в тех или иных случаях, чтобы обрести утраченное здоровье. 99. Одно дело давать исцеление, как это описано в Библии, а совсем другое – научить его обретать вновь и поддерживать самостоятельно. 99. Последнее гораздо ценнее, чем первое. 99. Посмотри, какого мерзкого зверя ты носил в теле своем и кормил в течение долгих лет. 100. Я извлек его из тебя и умертвил, чтобы он никогда больше не мучил тебя. 100. Восхвали же Господа, который позволил своим ангелам освободить тебя. 100. И впредь не греши больше, чтобы сатана не владел вновь твоим телом. 100. Поэтому с этого дня нужно хранить его, как храм, посвященный Богу твоему. 100. И все были поражены и удивлены, слыша эти слова и видя власть его. 100. И они говорили, поистине, учитель, ты посланник Бога, и ты знаешь все секреты. 100. А вы, ответил Иисус, будьте истинными сынами Бога, чтобы вы могли также быть причастны к могуществу Его, и чтобы вы были обращены к знанию всех Его секретов. 100. Иисус Христос щедро делился с людьми знаниями, которые дают человеку истинное могущество и свободу, ибо мудрость и могущество могут истекать только из любви к Богу. 100. Возлюбите же всем сердцем и всей душою Отца вашего Небесного и Мать вашу землю. 100. Служите им, если захотите, чтобы ваши действия были освящены Богом. 100. И не вскармливайте сатану, ибо его плата за грех есть смерть, тогда как в Боге находится награда за добро. 100. Это его любовь, которая есть познание и сила вечной жизни. 100. Как я раньше указывал, с помощью любви осуществляется самая тесная и главная связь с пространством. 100. Если она установлена, то нет ничего невозможного для такого человека. 100. Тогда все преклонили колено, чтобы возблагодарить Бога за дар Его любви. 100. Иисус удалился, говоря, я вернусь ко всем тем, кто усердствует в молитве и посте до седьмого дня. 100. Да будет мир с вами. И больной, которого Иисус освободил от сатаны, поднялся, ибо силы жизни вновь вернулись к нему. 100. Он глубоко задышал. Глаза его стали ясными, ибо вся боль оставила его. 100. И он встал на колени на том месте, где находился Иисус, и стал целовать, рыдать отпечатки его шагов. 100. И на берегу реки было множество больных, которые начали поститься и молиться вместе с ангелами Господними в течение семи дней и семи ночей. 100. И велико было им вознаграждение за то, что последовали они советам Иисуса. 100. Ибо по истечении семи дней вся боль оставила их, и когда солнце взошло над горизонтом, освещая землю, увидели они Иисуса, спускающегося к ним с горы, и восходящее солнце окружало блестящим ореолом голову Иисуса. 100. И в глубочайшем молчании преклонили они колени перед ним и старались коснуться края его одежды, чтобы в том получить исцеление свое. 100. Не меня надо благодарить, а вашу мать-землю, которая послала вам своих ангелов-целителей. 100. Идите и не грешите больше, чтобы не стать вновь добычей сатаны, и поступайте так, чтобы ангелы-целители были хранителями вашими. 100. После голода очень важно закрепить достигнутое с помощью правильного образа жизни. Питание входит одной из главных составляющих частей в это понятие. 29. Еще вчера Петрович сделал очистительную клизму, как обычно. Вышло достаточное количество разлагающейся опухоли и черной застарелой желчи. Петрович подумал, что возможно грибница, она же опухоль, задерживала в себе желчь и питалась ею. Спал Петрович хорошо. В эту ночь ему приснились два важных сна. Говорящий об очень многом. В первом сне он лежал в полной темноте на кровати. Вдруг начались необычные и сильные энергетические явления. Примерно с середины живота в обе стороны начали прокатываться энергетические волны. Создалось такое впечатление, что из него выходил какой-то мощный энергетический поток, а скорее всего выходило некое энергетическое образование. После того, как прокатывание энергетических волн окончилось, он почувствовал, что рядом с ним стоит нечто грозное, ранее внушавшее ему страх. Петрович спокойно лежал с закрытыми глазами и про себя сказал, «Теперь я тебя не боюсь». Лежа в постели он почувствовал холодок. Сползло одеяло и попытался его поправить. Он начал тянуть его с правой стороны, как обычно, но оказалось, что оно почему-то слезло с левой стороны. Петрович начал его натягивать на себя, трудновато, но все-таки укрылся им. Далее оказалось, что он находился в старой квартире, в которой он жил вместе с родителями. В входную дверь вошла мать, как бы влетела. Впереди нее бежал его кот Рыжик. На лестничной площадке зарали коты. Петрович скачал и почему-то фуфайки на голое тело, как перышко, пролетел через комнаты разогнать коту. Пронося через зал, он заметил, что отец спал, как обычно, на кровать. Петрович пнул одного кота ногой, другой убежал сам. На этом он проснулся. Во рту скопился вышедший невест, откуда, скорее всего, из лунок зубов, носоглотки и легких, черный гной. Было неприятно. Он встал, отплевался и прополоскал рот водой с раствором люголя. Сделал один глоток. Ввиду того, что было лишь пол пятого, он решил немножко полежать, расслабившись. Незаметное расслабление перешло в новый сон. Он сидел с женой и кем-то близким на берегу озера. Сматриваясь в воду, он видел рыбу. Около берега плавала небольшая рыба, а поодаль чуть побольше. Ему захотелось подманить рыб поближе, и он начал бросать им кусочки сыра. Постепенно из глубины вышли большие сазаны, подошли ближе и даже ели брошенный им сыр. Затем кто-то из домочадцев встал и распугал рыбу. Петрович, кормя рыбу, так увлекся, что незаметно для себя стал есть сыр. Сыр был очень вкусный, а помнившись, он сказал жене и человеку, сидевшему рядом. Ну вот, докормился, что сам стал есть, а ведь я на голоде. От этой фразы всем стало весело, и они засмеялись. Петрович подумал, ну вот, теперь надо будет из голода выходить, а не вырвать ли сыр назад. Потом он взглянул на третьего человека, так близкого ему, но ради невидимого, и увидел самого себя. Оказывается, их было двое и жена. На голове его двойника была его любимая голубая кепка с вышитым марлином, это меч рыба. А само лицо было необычайно белым. На этом он проснулся и в первую очередь обрадовался, что это был сон, и он по-прежнему находится на голоде. Потом он начал толковать свои сны. Примерно в девятилетнем возрасте он ночью, идя из туалета полусонный, в своей спальне сильнейшим образом испугался. Испугала его бабушка, которая приподнялась в темноте с кровати. В состоянии сильнейшего испуга он бросился на свою кровать, кутаясь в одеяло и воя от страха. Страх в виде энергетических волн толчками по всему телу входил в него, прокатывался по нем, как бы распределяясь и замирая, пока все не успокоилось. Через некоторое время у него пошли белые пятна по телу, результат испуга. Так он и жил с ними все это время. Первый сон показал, что энергия страха, а скорее всего поразившая его сущность, вышла из организма. Ее выход и был воспринят как и вход прокатыванием энергетических волн по телу. Тем более, что Петрович ее ощущал и спокойно сказал, теперь я тебя не боюсь. А вот дальнейшие события во сне озадачило его. Натягивание одеяла означало возвращение смещенного поля на свое место, но натягивалось оно в зеркальном отображении. Отсюда следовало, что сдвиг произошел в нем, в зеркальном измерении, в котором находилась какая-то его часть. Петрович из эзотерических книг знал, что у человека имеется зеркальный двойник. Значит, испуг поразил именно его, подумал Петрович. И выравнивание информационно-энергетических искажений происходило там. Натягивание одеяла на себя с левой стороны и есть восстановление смещенной страхом энергетической оболочки. Потом, когда я радостный и легкий бежал в фуфайке разгонять коту, означало, что я уже в полном порядке с новым биополем. Второй сон подтверждал первый и служил продолжением. Он встретил и увидел своего двойника. Значит, до этого они были разъединены и только теперь восстановились. Следовательно, теперь Петрович стал цельным единым существом, существующим в этом и зеркальном измерении. Отсюда и то радостное состояние от долгой разлуки со своей энергетической половинкой. Но теперь уж пятна исчезнут, убежденно подумал Петрович. Физическое тело инертно, процессы восстановления наступят не сразу, но наступят неизбежно. На это уйдет 2-3 месяца. Это была одна из важнейших наград достижений Петровича за упорство в голоде. Другая не менее важная избавление от грибницы или опухоли в толстом кишечнике. Восходящий и средний отдел. Утренняя клизма показала, что желчных шлаков очень мало, зато отходила киселеобразная слизь, как рыхлая, так и густая лохмотьями разрушенной опухоли. Последние выбросы были вообще с чистой водой, в которой, как медуза, плавала отторгаемая опухоль. Петровича удивляла, что она имеет достаточную массу и могла вот-вот перекрыть проход в толстом кишечнике. Глядя на все это и анализируя свое состояние, Петрович понял, что все эти 29 суток он серьезно болел, но болел он преднамеренно, контролируемо. И если бы это он не сделал, то болезнь наступила бы неизбежно и неожиданно, и тогда все было бы гораздо хуже. Многие люди этого и дожидаются, не занимаясь профилактикой. Они наживают болезни годами, а потом, когда они проявляются, сетуют на все, что угодно, но только не на себя. Да, голод показывает, как процесс исцеления, так и выхода патологии. Все происходит наглядно и естественно. Вот что значит процесс естественного исцеления, думал Петрович. Кстати, все это вы можете посмотреть на спонсорской подписке, где я этот голод записал на видеокамеру и выложил. Вы увидите, какие действительно медузы и прочие ошмотья, разлагающиеся опухоли, выходят из моего нутра. В этот день самочувствие Петровича стало значительно улучшаться. Этап болезни, борьбы с ней кончился. Начался этап возрождения, омоложения и набора сил. Весна, пение соловьев и кваканье лягушек за окном, как-то ободряюще, стимулирующе действовало на него. Внутри души Петровича зрела особая тихая радость обновления. Возрождающиеся силы, ощущение жизни в ее первозданном виде, когда радуешься самому процессу жизни, ощущение ее в себе. Это был тихий кайф, ни с чем несравнимый и непередаваемый. Душа пела, все существо тянулось ввысь, ощущая безграничные возможности. И все это в радости, радости, радости без границ и глубины. Чудо преображения начало сбываться. Восьмое. И они спросили его, куда идти нам, учитель? Ведь в тебе слава жизни вечной. Скажи нам, каких грехов должны мы избегать, чтобы больше никогда не видеть болезни? Очень правильный вопрос. Люди хотят знать, как вести такой образ жизни, чтобы не утрачивать свое здоровье. Теперь пойдет рассказ о профилактических мероприятиях по поддержанию здоровья на должном уровне. Иисус ответил, да исполнится по вере вашей. И сел он среди них, говоря, чти Отца Небесного и Мать Землю, и следуй их заповедям, чтобы продлились дни твои на земле. То есть укрепляй связи с пространством, не нарушай экологическое равновесие в природе, живи в соответствии с природными биоритмами. А после этой заповеди сразу же была дана вторая. Не убивай, ибо Бог дает жизнь всем. А то, что Бог дал, человек не должен отбирать. Ибо поистине, говорю я вам, от единой матери происходит все, что живет на земле. Вот почему тот, кто убивает, убивает брата своего. И тогда от этого преступного человека отвернется Мать Земля и лишит его своего живительного лона. А ангелы ее оставят его. И тогда сатана поселится в его теле. Как указывалось раньше, все, что окружает человека, составляет единый, огромный организм живого существа, имя которому Бог. Агрессия против себе подобных и есть разрушение этого организма. Соответственно, от него и ответ будет равноценным. И мясо убитых животных станет могилой его собственного тела. Ибо поистине я говорю вам, кто убивает, убивает самого себя. А кто есть мясо убитых животных, есть мертвое тело. И в крови его каждая капля их кровью превращается в яд. В дыхании его чувствуется их смертное дыхание. В теле его их плоть превращается в гнойные нарывы. В костях его кости их разрушаются. В клетках его гноятся их кишки. А в глазах его их глаза покрываются чешуей. В ушах его выделяют их уши серную секрецию. И их смерть станет его смертью. И тогда, когда служишь Отцу нашему Небесному, отпускается за семь дней грехи наши за семь лет. Такое вредное воздействие мяса животных объясняется тем, что вместе с мясом человек употребляет и голограмму животного, его энергетический фантом. Вот этот фантом и начинает разрушительное действие на голограмму человека. Отсюда и указанный выше вред. Кроме указанного, на тканях животного записывается стресс от убоя. Сами ткани пропитываются стрессовыми гормонами агонии и ужаса. Все эти вещества крайне неблагоприятно воздействуют на живой организм человека. Существуют определенные технологии, которые позволяют сделать мясо животных менее вредным. Например, каширование мяса. Для этого животного умерщвляют таким способом, чтобы вызвать у него минимальную стрессорную реакцию. Выпускают кровь, мясо разделывают и помещают в солевой раствор на несколько часов, чтобы знать возможных паразитов, разрушить стрессовые гормоны. Только после этого промывают и употребляют в пищу. Но сатана не продает нам ничего, и вы должны платить за все. Око за око, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, ожог за ожог, рану за рану, жизнь за жизнь, смерть за смерть. Не убивайте и не ешьте мясо ваших невинных жертв, если не хотите стать рабами сатаны. Ибо это путь страдания, ведущий к смерти. А надо исполнить волю Бога, чтобы ангелы его могли служить вам на тропе жизни. Подчиняйтесь же такому Слову Божьему. И дал я вам каждую траву, приносящую семя, которая находится на поверхности всей земли, и каждое дерево, на котором находится плод, несущий зерна. Пусть это будет вашей пищей. Как видите, рекомендуется растительное питание. А каждому зверю на земле, каждой птице в воздухе, всем, кто ползает по земле, всем животным, у которого есть дыхание к жизни, дал я всякую зеленую траву и пищу. И еще молоко разных животных, которые двигаются и живут на земле. Это будет для вас пищей, так же, как я даю вам зеленую траву, вам я даю молоко. Молочная пища рекомендуется. Что же касается плоти и крови, которые оживляют животных, вы не должны питаться ими. И я спрошу с вас за их клокочущую кровь, в которой обитает их душа. Я спрошу с вас за каждое убитое животное, так же, как за души всех убитых людей. Как видите, жизнь имеет одну и ту же цену, независимо от того, чья она. Ибо я Господь ваш Бог. Я есть Бог сильный и ревнивый, наказывающий несправедливость, неправедливость отцов через их детей до третьего и четвертого колена всех тех, кто ненавидит меня. Грешащий человек, несправедливо относящийся к себе, подобным наказывает не только себя, но и налагает наказание на своих последующих потомков. Это говорит о том, что надо очень осторожно жить и ни в коем случае не нарушать Божьих заповедей, не рвать связующие нити с ним. И я оказываю милосердие на тысячу поколений всем тем, кто любит меня и следует заповедям моим. «Люби Господа Бога твоего от всего сердца, от всей души, изо всех сил своих». Это самая первая и самая великая заповедь. То есть устанавливай за счет любви самые прочные узы с пространством. Сживайся с ним, чувствуй его и будь им. А вторая подобная ей. «Люби ближнего своего, как самого себя». И нет более великих заповедей, чем эти. И выслушав эти слова, хранили они молчание. Но один из них вскричал, «Что должен делать я, если увижу в лесу, как дикий зверь разрывает брата моего? Должен ли я оставить брата на погибель или убить дикого зверя? Если я убью его, нарушу ли я тогда закон?» И Иисус ответил, «В начале всех времен было вам сказано, все животные, которые двигаются по земле, все рыбы в морях и все птицы в воздухе подчинены вашей власти. Поистине говорю вам, из всех созданий, живущих на земле, Бог создал лишь одного человека по своему подобию. А потому твари, звери для человека, а не человек для зверей. Поэтому вы не нарушите закон, если убьете дикого зверя, чтобы спасти жизнь вашего брата. Ибо поистине говорю я вам, человек больше, чем животное. Но тот, кто без причин убивает животное, когда оно его не трогает, будет ли это убийство для того, чтобы иметь пищу, или это убийство для удовольствия, тот совершает плохой поступок, ибо сам превращается в дикое животное. Вот почему ждет его такой конец, как и дикое животное. Прекрасное разъяснение, подумал Петрович. Ведь человек стоит на несколько более высокой ступени эволюции, чем животное. Другой человек сказал, Моисей, величайший из сынов Израиля, позволил отцам нашим есть много мяса чистых животных, и запретил лишь нам употреблять мясо всех других животных. Почему же ты запрещаешь потреблять мясо всех животных? Какой же голос идет от Бога? Голос Моисея или твой? И Иисус ответил, Бог дал отцам вашим через посредничество Моисея десять заповедей. Эти заповеди слишком суровы, заявили ваши отцы, и не смогли их выполнить. Когда Моисей увидел это, то пожалел народ свой, не желая гибели его. И тогда он дал им десять раз по десять заповедей, но менее суровых, чтобы они могли следовать им. Поистине говорю я вам, если предки ваши были способны выполнить десять заповедей, то Моисею не надо было давать десять раз по десять заповедей, ибо тот, у кого ноги крепкие, как Горасион, не нуждается в костылях, но у которого члены слишком дряблые, несомненно, тому нужны костыли, ибо ноги его не могут двигаться без них. И Моисей сказал Господу, сердце мое полно печали, ибо народ мой идет к гибели своей. Действительно, эти люди, не имеющие рассудка, не способны понять заповеди твои. Они как маленькие дети, которые не понимают слов своего отца. Разреши же, Господи, дать им другие законы, чтобы они не погибли. Если не могут быть они с тобой, сделай, чтобы не были они против тебя. Тогда смогут они поддержать тебя, пока не придет время, и созреют они, чтобы понять заповеди твои, и тогда слова твои откроются им. Сравнивание с малыми детьми указывает на то, что сознание людей не созрело до понимания указанных заповедей. Поэтому им позволяет сошалить малыми шалостями, чтобы они не взбунтовались, а немножко сдерживались. Тогда Моисей разбил две каменные скрижали, на которых были выбиты десять заповедей, и вместо них дал им десять раз по десять. Песцы и фарисеи сделали сто раз по десять заповедей. Вот так происходит искажение писаний из поколения в поколение. Каждый пытается изложить заповеди так, как он их понимает, а в основном изложить так, чтобы оправдать свой неверный образ жизни. Мол, мы живем по заповедям. На самом деле, человечество приспособило эти заповеди для себя давно и живет совершенно противоположной жизнью, в колоссальном масштабе, наживая общечеловеческие грехи, за которые будут расплачиваться последующие поколения людей. Это, во-первых, ухудшающая обстановка на Земле, во-вторых, постоянные вооруженные конфликты, и, в-третьих, стрессорное давление современного общества на ум сознания каждого человека. Современный человек повязан им же придуманными законами, и запутывается в них все более и более. И они возложили на плечи вашей непереносимый груз, который они сами не в силах нести. Действительно, чем ближе заповеди к Богу, тем меньше нуждаемся мы в том, чтобы их было много. Но чем больше удалены они от Бога, тем более они многочисленны. Вот почему законы фарисеев и писцов бесчисленны. Законы же Сына Человеческого семь, ангелов три, а закон Бога ограничивается одним. Поэтому учу я вас только тем законам, которые вы сможете понять, чтобы стали вы людьми и последовали семи законам Сына Человеческого. Позднее ангелы откроют вам также свои законы, чтобы Святой Дух Божий мог осенить вас и привести вас к своему закону. То есть, когда откроется интуиция, человек сам поймет, что надо делать правильно, а чего избегать вовсе. Мое обращение к посетителям канала. Поддержите канал, поставьте лайку, дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать, а для того, чтобы вам помогать.